всем привет вы смотрите видео на сайте кадрком и мы сейчас приехали на презентацию panasonic где компания показывает все свои 4к продукты от телевизоров консюмерских и дорогих до камер и видеокамер точно также для любителей и для pro сегмента ну что же официальная часть закончена и сейчас мы идем на пирс чтобы пощупать все новинки своими собственными руками ну и пожрать какая же презентация без этого среди всех продуктов которых поддерживает 4к мы уже знакомились с панасоником lumix g4 еще на фотокине и такой классной беззеркалкой компактом lumix lx100 здесь несъемный объектив но он светосильный с видоискателем с очень короткой выдержкой он компактненький маленький удобненький это я считаю один из лучших компактов которые сейчас доступны на рынке мало того мы с антоном ткаченко в видеоблоге отдали именно этой камере приз 2014 года как и лучшая компактная камера вот g4 это просто топовая беззеркалка компании которая сделан упор в ней на видео фичи там сменная оптика там классный видоискатель поворотный дисплей по всем осям огромные битрейты при съемке видео всяческие профессиональные фичи которые именно заточены под про видеографию вот что касается видеосъемки из интересного панасоник показала вот такую вот про камеру которая выглядит как про на самом деле она относится к такой более-менее все-таки любительской категории это x1000 модель и как заявляет компания она где-то на треть а то и больше компактней по всем параметрам и легче чем аналог от sony вот здесь есть куча портов нд-фильтр встроенный все что нужно для подключения звука вывода на видео и так далее ну и встроенный микрофон но матрица 1 2 3 дюйма в принципе при наличии кучи камер в том числе и беззеркалок и зеркалок компактов которых матрицы от одного дюйма микро 4 3 и выше есть ли они не очень вижу смысла в таких камерах раньше для кого-то видео блоггинга что ли для этого может быть еще интересная такая штука это совсем консюмерская такая камера которая камкодер от которого мы уже отвыкли он легкий компактный в сутки по характеристикам ничего не буду говорить здесь одна классная фича вот прямо здесь на поворотном дисплеечке есть еще одна камера которая дублирует видео изображение в такое окошко снизу поверх основного изображения с этого дисплея естественно эту камеру можно поворачивать на себя или на собеседника и вы получаете два скажем так изображение в одном без монтажа без ничего для видеоблогеров которые например что-то снимают про себя или берут интервью каких известных не знаю личности или еще у кого-то очень прикольная фича думаю кому-то будет это интересно и только за это они купят камеру от panasonic вот из не 4к что у нас здесь интересно это gm5 который мы тоже видели на фотокине она отличается от gm1 только одним у него встроенный видоискатель а у той нет в основном все то же самое прикольная расцветка под кожу есть черном в красном цвете самая короткая выдержка 1 16000 то же самый 16 мегапиксный life most сенсор вот встроен сменной оптикой все остальное но как бы наверное с такой камеры вы будете пользоваться блинчиками и супер компактной объективами потому что остальное мне как не имеет смысла еще у нас есть вот такая малютка это gf7 правильно да gf7 чтобы не оговориться стильный дизайн это такой премиум компакт со сменой оптикой который в первую очередь понравится тем кто любит снимать селфи и вообще тренд сейчас в мире и на безеркалки на компакт это селфи все камеры должны это уметь делать это хорошо мало того запускать селфи съемку не только по нажатию кнопки и всякими жестами то есть вы там помахали камере она вас начинает снимать прикольная штука для тех кто молод скажем так и хочет снимать себя с девушкой с друзьями далее очень прикольная штука тоже самая короткая выдержка 1 16000 куча ручных настроек тот же life most 16 мегапиксный микро 4 3 этих сенсор сменная оптика и тоже придется вам наверное обзавестись только блинчиками и супер компактной оптикой все остальное ну просто не имеется